Диорама Штурм Берлина На ступени Рейхстага к маленькой красной точке, первому знамени, которому не суждено было реять над Рейхстагом, и которое, как символ стремления к победе, притягивает к себе взоры зрителя. Стоящий перед полотном невольно поворачивается лицом именно к этой части композиции. Росписи в аванзале Диорамы изображают реальные бои на улицах Берлина. Художник достигает высокого драматизма, противопоставляя архитектурную красоту города великой человеческой трагедии. Берлинская операция является самой крупной операцией Второй мировой войны. В 700-километровой полосе от Балтийского моря до Судетских гор с 16 апреля по 8 мая 1945 года было разгромлено 93 дивизии и 11 бригад. Взято в плен до полумиллиона солдат и офицеров. Захвачено большое количество оружия и боевой техники противника. Диорама «Штурм Берлина» раскрывает перед зрителем решающую страницу Великой Отечественной войны — ликвидацию берлинского гарнизона и овладение Рейхстагом. Главным композиционным центром диорамы выбрана северо-восточная часть парка Тиргартен с Рейхстагом. Сюда, 29 апреля, после упорных и кровопролитных боев, сломив сопротивление отборных частей немецко-фашистских войск, вышли передовые части Красной Армии. Смотровая площадка диорамы словно расположена на возвышенности между Императорским театром «Кроль-Опера» и зданием Генерального штаба, объятого пламенем пожара. На переднем плане диорамы — рельефный макет местности, позволяющий приблизить зрителя к месту основных событий. Мы видим полуразрушенный противотанковый ров, брошенные противником траншеи и окопы, разбитые остовы техники и остатки амуниции. Дальнейшее продвижение бронетехники затрудняют искореженные останки техники врага, рвы и окопы. Справа, у «Кроль-Опера», виден расчет артиллерийского орудия, ведущего огонь прямой наводкой по опорным узлам сопротивления немцев. А слева — расчет 76-мм пушки, выдвигающей орудия на огневую позицию. Пехота под их прикрытием действует небольшими маневренными группами. На переднем плане полотна — горящая бронетехника и тела погибших. В траншеи мы видим полковника Зинченко с сержантом Егоровым и младшим сержантом Кантарии. В руках одного из них — Знамя Победы, которое рано утром 1 мая развивалось на крыше Рейхстага. 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Редактор субтитров А.Семкин